МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мастер-класс по изготовлению фронтового письма. Это чьи-то были сыновья, чьи-то мужья, братья. Дошкольники о героях Великой Отечественной войны. Самое главное в спорте – это любые эмоции. Баскетбол – самый эмоциональный вид спорта. Суперфинал по баскетболу в Десногорске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдать дань памяти летчикам, героически погибшим в 1941 году в районе деревни Осиновка Росховского района, более 30 лет приходят благодарные потомки накануне празднования Дня Победы. История этого обелиска уходит в первый год Великой Отечественной войны. Сохранила ее и передала потомкам Надежда Семеновна Филиппова. Ей в то время было 14 лет. Она вместе с соседями видела этот бой и как упал подбитый самолет. Взрослые похоронили тела летчиков. Много лет Надежда Семеновна ухаживала за могилкой. В 1984 году на месте захоронения работники ЦЭМа установили обелиск. И с тех пор стала традицией перед Днем Победы посещать захоронение героев. Уже нет Надежды Семеновны, и эстафету шефства над могилой подхватил коллектив Атомтранса. 4 мая у обелиска традиционно прошел небольшой памятный митинг. Отдать дань героическому подвигу защитников Отечества пришли депутат Смоленской областной думы, директор Атомтранса Михаил Лосенко, заместитель главы Десногорска Александр Новиков, заместитель главы администрации Росфальского района Виктор Клевцов, жители деревни Осиновка, представители правоохранительных органов и МЧС, бойцы Нацгвардии, ученики Екимовической школы. Традиции, которые заложены нашими родителями, мы продолжили, и очень приятно, что молодое поколение продолжает. Действительно, что написано, ничто не забыто, никто не забыл. Более 70 лет назад страшные события вновь объединили наш народ. И сегодня нашей памятью, нашими делами мы говорим о том, что Россия, наш народ, она имеет право на дальнейшее большое будущее. На Смоленщине, едва ли не в каждом населенном пункте, высятся обелиски в память погибших воинов, героях Великой Отечественной войны. К ним ежегодно несут цветы, благодарные потомки. 12 активистов проедут по Ельнинскому, Починковскому и Росхольфскому районам, где будут восстанавливать памятники и захоронения героев Смоленской земли. Участники акции «Дорога памяти» будут убирать мусор, красить памятники и оградки, восстанавливать брусчатку, кронировать деревья и кустарники. Акция проходит на Смоленщине уже в четвертый раз. Каждый год активисты приводят в порядок несколько десятков памятников в разных районах области. Одесногорск присоединился к акции «Единый день благоустройства воинских захоронений». 27 апреля школьники и волонтеры провели субботник на городском кладбище по уборке воинских захоронений и могил ветеранов Великой Отечественной войны, привели в порядок обелиск неизвестным солдатам, памятный знак на месте гибели жителей деревни Серебрянка. В преддверии Дня Великой Победы сотрудники Десногорского историко-кровеческого музея провели акцию «Письмо фронтовику». Школьники города написали письма в прошлое, в которых сказали своим воевавшим прадедам спасибо за победу. В этом году наш народ отмечает 73-ю годовщину Великой Победы. Всё дальше и дальше от нас годы той страшной войны. И чтобы рассказать о тяготах тех дней современным детям, сотрудники музея используют исторические экспонаты и документы. Одними из них являются настоящие письма с фронта. В фондах Десногорского музея хранится их немало. Просмотрев письма, открытки, личные вещи бойцов, услышав историю нелёгкой судьбы солдата Гордея Сенина и его семьи, ребята приступили к изготовлению фронтового письма. Их строки были обращены в прошлое. Дети писали бойцам своим прадедушкам, рассказывали о своей жизни в мирное время. В каждой строчке были слова благодарности, частичка неподдельной детской искренности и добра. Мы сегодня узнали, как писали в Великую Отечественную войну письма. У меня воевал в войне прадедушка, и я ему написала письмо с благодарностью. Завершилось мероприятие экскурсии в музей поискового движения. 7 мая вошёл в историю как День радио. Именно в этот день, в 1895 году, выдающийся русский физик Александр Попов продемонстрировал на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге первую систему для обмена радиосигналами. Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им радиоприёмника. В преддверии празднования 73-й годовщины Победы воспитанники Десногорских детских садов почтили память героев Великой Отечественной войны. Наша съёмочная группа побывала на экскурсии вместе с детским садом Дюймовочка. Экскурсия на Курган Славы в преддверии Дня Великой Победы – это традиционное мероприятие в детском саду Дюймовочка. Детей познакомили с историей образования Десногорского мемориала и рассказали о том, кто захоронен у подножия. Это чьи-то были сыновья, чьи-то мужья, братья, но ни одного имени так и не удалось установить. Но останки все захоронены с почестями, со славой, и каждый год сюда приходят люди, приносят цветы и вспоминают. В память о страшных военных годах и в благодарность воинам-освободителям ребята прочитали стихи, исполнили военные песни и возложили цветы. Сейчас многие не только традиции, но и память как-то стирается, забывается. Мы не можем этого допустить, и поэтому вложив частичку нашей души, частичку того, что мы помним, когда-то где-то все равно, пусть дети повзрослеют, но они не забудут, той, пусть маленькой частички, но вот этой памяти, памяти того, как мы сейчас живем, и кто нам подарил жизнь. Завершилась экскурсия обедом с настоящей солдатской кашей и сухарями. А сейчас о спортивной жизни нашего города. Молодые атомщики организовали велопробег, приуроченный к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Маршрут пробега будет пролегать из Обнинска в Десногорск через города Малоярославец, Медынь, Юхнов, Киров и составит 350 километров пути. В каждом населенном пункте велосипедисты примут участие в городских велопарадах и почтят память солдат и офицеров, погибших в этих местах во времена войны. В минувшие выходные в Десногорске прошел большой спортивный праздник – суперфинал школьного баскетбольного чемпионата «Планета баскетбола. Оранжевый атом 4 на 4». Подробности далее. Торжественное открытие состоялось 4 мая. Участниками чемпионата стали 8 команд из городов Десногорск, Сосновый Бор, Удомля, Нововоронеж, Курчатов, Полярные Зори, Заречный, Волгодонск. В открытии приняли участие и первые лица города. Сегодня мы открываем по нашим площадкам для проведения турниров на сфере. Что важно? Для участников соревнований. Соревнования, если это праздник, соревнования как раз на средствах, которые определяют участники соревнований. И тренеры в городе своей подготовке радуются победе, печалятся положениями. Но это спорт. А в спорте побеждали более подготовленные, более тренированные, более сильнейшие. Поэтому удача, хороших соревнований, победы. Физкультурно-оздоровительный комплекс Десна собрал лучших школьников-баскетболистов городов в присутствии атомной энергетики. Организатором мероприятия является Центр спортивной подготовки баскетболистов «Динамо-Росэнергоатом». Я считаю, что для детей это очень хороший большой праздник. Надеемся, что это будет у нас такой площадкой для следующего года, потому что мы планируем и продолжение проекта, и расширение проекта. Здесь у нас играют седьмые и восьмые классы. Мы думаем, что подключить пятые и шестые классы. Самое главное, что это заинтересовало в первую очередь детей и их родителей. Заинтересовало образование, заинтересовало спортивной организацией этих городов. Значит, мы на правильном пути, если они уже говорят о том, что давайте продолжать. Поэтому очень все позитивно. 4 и 5 мая ребята проходили жесткий отбор. Каждой команде хотелось стать финалистом масштабных соревнований. Юные участники показали высочайший уровень мастерства и техники. В финале в решающем поединке сошлись команды Десногорска и Волгодонска. Убедительную победу со счетом 25-14 одержала наша команда. Третье место у Полярных Зорей. Среди десногорцев самые полезные игроки Евгений Фукс и Анастасия Визнер. Конечно, сложно было. Да, групповой этап был легко, а тут уже игры плей-офф были вообще сложные. Пришлось попотеть. Ну, понравилось вообще? Да, конечно, понравилось. Самое главное в спорте – это любые эмоции. Бастетбол – самый эмоциональный вид спорта. За это мне нравится. Мне очень понравилось. Было нелегко, но мальчики наши молодцы. Заняли первое место, конечно, доволен, но есть над чем работать. Много ошибок, недочетов. Победители и призеры награждены грамотами и подарками от концерна «Росэнергоатом». Благодарность от организаторов соревнований получили и тренеры команд-участниц. В ноябре-декабре 2014 года баскетбол ворвался в жизнь нашего города и за три с небольшим года доказал, что это командный вид спорта не только несет здоровье и позитив, но и закаляет характер. И сегодня с уверенностью мы можем сказать, что на российских атомных станциях лучшие условия для занятия спортом. Так держать. И это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok